Кошки становятся полноценными членами нашей семьи, и мы ответственно окружаем их заботой. Приобретаем лучшие корма, лакомства и витамины, игрушки, шампуни, специальную одежду и даже зубную пасту. Регулярно проводим вакцинацию и обработку от паразитов, вводим к ветврачу на профилактические осмотры, бродячие кошки лишены такого внимания. И можно часто услышать размышления на тему, что, если уличные кошки выживают, то и домашним все это не нужно. Но не все так просто. Во-первых, никто не ведет статистику бродячих кошек и не знает, сколько из них выживает, а сколько погибает. На практике процент смертности бездомных кошек очень высок, особенно среди котят. Лишь единицам повезет выжить и прожить хотя бы до среднего возраста. Во-вторых, иммунитет бродячей и домашней кошки изначально очень разный. На работе иммунной системы сказываются гены, факторы внутриутробного развития, окружающая среда. Поэтому сравнивать домашнюю и бродячую кошку неправильно. В отличие от бродячей кошки, домашняя не приспособлена к уличным условиям, к холоду и сквознякам, и куда более к ним чувствительно. Зрелую бродячую кошку, действительно, не испугаешь сквозняком. Но представьте канадского сфинкса, который в прохладный день решил полежать на голом подоконнике. Он переохладится и заболеет в два щита. Ветеринарные врачи призывают защищать кошку от сквозняков. Но уровень защиты зависит от индивидуальных особенностей вашей кошки, от ее восприимчивости. Кошки с длинной шерстью, например, сибирские, норвежские, спокойно переживают перепады температуры, и сквозняк для них не очень опасен. Другое дело, сфинксы, лапермы, бомбина, ориенталы и другие породы с короткой шерстью. Они быстро переохлаждаются и могут заболеть. Особенно чутки к сквознякам котята и ослабленные животные. Сквозняки особенно опасны после мытья, когда у кошки мокрая шерсть. Поэтому шерсть рекомендуется тщательно просушивать сразу после ванны, желательно феном, если кошка к нему приучена. И не открывать в доме окна до тех пор, пока питомец полностью не высохнет. Сквозняки подтачивают работу иммунной системы и ударяют по слабым местам организма. Они часто становятся причиной обострения хронических заболеваний. Сквозняки могут привести к циститу, конъюнктивиту, отиту, риниту и другим заболеваниям. Главное, постараться не допустить переохлаждения питомца. Не создавайте в доме сквозняк. Если проветриваете квартиру, позаботьтесь, чтобы в это время кошка сидела в тепле, а не лежала на голом полу. Приобретите для кошки теплую уютную лежанку с бортиками и разместите ее в уютном месте выше уровня пола. Очень помогут когтеточки с домиками, специальные гамаки, клетки-вольеры и другие укрытия, где кошка может отдыхать. Размещайте их выше уровня пола. На подоконник постелите плед или положите лежанку, чтобы кошка не лежала на холодной поверхности. Если кошка мерзнет, приобретите для нее специальную одежду. Приобретите грелку для кошки и положите ее на лежанку. Если вы заметили у кошки симптомы недомогания, обратитесь к ветеринарному врачу. Эти несложные правила помогут вам поддержать здоровье питомца.